всем всем привет я на даче было уже у нас подмосковье минус 3 петунии и держатся посмотрите цветочки какие радостные ничего им нет вот черенковать я черенковала у меня ничего не получилось не знаю кто там них черенкует то ли золотые руки то ли золотая извините земля а у меня не получается ну что я могу сделать вот такая вот я не умеха так хризантеме хоть бы хны как говорится но уже она отцветает она одна из первых зацвела поэтому отцветает и показатель самый самый показатель это вот бархатцы все видите вымерзли бархатцы кстати вот они вымерзают косты тоже он все одни сопли превращаются в сопли так розочка ну то ли замокла то ли еще что-то клематисы пожалуйста расцвели под конец вот именно под конец расцвели потому что целое лето болели нужно бы их конечно сейчас я их всех алимагнезии покормлю что поделать хоть и болели все равно кормить надо и посмотрите лидия лавли а ей все нипочем это розы которые я не знаю это спрейки лидия лавли это спрейка я ее обрезала после первого цветения она была усыпана вся просто усыпана вот такие вот очаровашечки цветочки вот ну и как ее сейчас обрезать я не знаю я их обрезаю конечно вот иначе они у меня вырастут в два метра смотрите какой цветок какой красивый какой необыкновенный цветочек так на 2 клумбе смотрю и принц монако все уже а вот пожалуйста спрейки цветут как же я их зауважала как же я их полюбила потому что знаете на спрейки и спрейки нужно флорибонды сажать нужно сажать я не знаю кого там если чайно гибридные каких только роз нет а спрейки как-то их обходит стороной как-то на них внимание очень мало обращают розоводы вот розы спреевое цветение может быть из-за того что они вот такие мосюсенькие видите вот мосюсенькие но они эти мосюсенькие посмотрите вся в цветах заморозки она вся цветет красоты неимоверной особенно было первое цветение листьев не было видно так но это тоже цветет они две одинаковых посмотрите я думала она уже не распустится ничего подобного все у нас распустилась все у нас ничего не померзла вот единственное что бархатцы замерзли вот так что так вот ох вот смотрите принц монако сдает свои позиции все головку повесил вот он вот и ну ничего я сегодня тебе подчикаю немножко вот он пытается видно да пытается пытается аспиринки все не почемно но думаю что она больше не расцветет но я ее трогать не буду посмотрите сколько бутонов это же с ума сойти ну это же сумасшествие вот такая вот аспирин очка так кто там еще пытается у меня ухты пытается засвести леонс роуз вот такая роза роза обалденная кстати первые годы она у меня deep impression ну как бы все так ламбада вот один цветочек но еще очень много бутонов пульбек бакьюз но он я так поняла он боится дождя пульбакьюз потому что видите вот окуклилась вся почему окуклилась я не знаю почему такое выражение почему такое значение что ли ну как то можно было по-другому нет но наверное нельзя ответить она внутри прямо сгнила так ну про матерь всех роз как говорится тоже уже все сдает свои позиции вот она вот она так а что это у меня вовсю во все хай диклом представляете ну видно не видно даже не охота подходить так концерта вовсю еще посмотрите прям пытаются посмотрите сколько бутонов у концерта хо 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 вообще супер так твой лайт зоун сумеречные зоны короче ходить то я тут могу долго снимать могу долго а мне нужно работать смотрите эссульция почему я так не восхищаюсь да если вот эта малышка она не померзла минус 3 она не померзла вставляете это такая нежность вот я даже трогать страшно это типа такие листочки как укропчик моя ж ты красотуля вот такая вот красота ладно пойду я работать сейчас что же мне там нужно нужно мне опрыскать я не знаю какое действие будет или не будет хоросом вот это я еще правую сторону не раскидала фосфорно-калийное удобрение кали магнезию нужно досыпать клематисом вот я им тоже я не помню да даже если я им сыпала неделю назад вот ничего страшного она не помешает кальмагнезии сульфат калия им кину именно клематисом именно и вот хорусом обработаю быстренько быстренько прям по-быстрому по-быстрому меня еще вот заедать стал этот опрыскиватель а заряжать сейчас который самый большой которые вот смысла нет пока его на зарядку поставлю пока то пока все пока это так что фосфорно-калийное удобрение кали магнезия и сульфат калия ну и конечно хоросом может быть опрыскаю может быть нет если успею так что вот так вот пошла блюдо работать вы представляете пришла только опрыскать их вот которые болели болели с весны ужасно болели посмотрите как шикарно сейчас выглядит кирилл посмотрите она цветет такой холод собачий минус три она цветет роза бесподобная но чуть-чуть меньше она в этом году естественно как они болели бедняжечки вот это белая роза которая неопознанная у меня незнакомка вот видите как себе ведет ну тебя нафиг но обрызгала вот смотрите это череночек мой который я постоянно показываю и постоянно говорю не черенкуется вирио никак не черенкуется не старайтесь только вот только вот то что упал меня ветка упал от урагана вот я ее просто землей прикопала и вот она дала мне вот такие вот расточки такие побеги так что вот так вот красотка невероятная яркая ну вот смотрите видите, уже изнутри она пошла-пошла. Вот так вот, как делают те, которые продают цветы. И она еще будет стоять, еще будет вас радовать. Так что вот так вот. Вот такие вот кирио. Вот она такая, вот такая красивая, невероятная. И вот сколько я раз обещалась ее тут с земли подкинуть ей, а все мне некогда. Побежала туда, побежала сюда, ей ничего не подкинуло, она поэтому замерзает, и потом она болеет. Их нужно, конечно, корни ей нужно укрывать нормально, хорошо, чтобы она не болела, чтобы не замерзала. Естественно, самые чайно-гибридные, как говорится, самые болеющие розы, самые замерзающие зимой. Вот, поэтому нужно за ними следить чуть-чуть больше, чем за другими розочками. Так, ну все, побежала я все равно, побежала работать, побежала, девочки мои. Хорошенькие такие, посмотрите листва какая. Видите, к концу осени какая, выдала какую листву, а, красоточка ты моя. Так, значит, почистила Ангелу или Анжелу, каждый говорит так, как считает нужным, или как ему нравится. Вот, вычистила ей всю серединку. Какая заросшая была, ужас тихий, посмотрите. Видите, какая куча получилась. Вот, Клод Брасер я давным-давно обрезала. Вот, смотрите, так как узнала, что он... А, это не... Какой Клод Брасер? Нет, это, господи, осталось его старое. Нет, 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 это не Клод Брасер. И здесь Клод Брасер. Да что ж такое? Короче, он называется по-другому. Цветет он один раз. Это не то, это не годится. Цветет обалденная роза. Красивая Клод Брасер. Это вот. Вот он, Клод Брасер. Цветет до сих пор, пахнет невероятно. Это забыла, как это там название. Короче, очень сложное, ладно, неважно. Он цветет один раз. Все. Вот, Аиду почистила, почистила. Вот, смотрите, видите, все вычистила. Оставила что-то типа, как говорят, розоводы знаменитые, что-то типа вазы такой. Вот. Чтобы она цветла на следующий год. Очень красиво. Так вот, маленькие, вот такие ненужные, никченые, непродуктивные. Вот, продуктивные. Я уже поняла, почему так говорят. Ну, потому что продукцию не выдает. Правильно, все правильно. Это слово я поддерживаю. Правильное слово. Вот так вот я ее подрезала. Все. Я не думаю, что я ее буду резать больше. Я имею в виду еще ниже. Нет, не буду. Эту розу как плетистую можно делать. Вы видели Юлия и розы, да, или как канал называется. У нее тоже пятиэтажный дом, она у дома, у нее клумба розы. И там какая там Ангела, а? Она там, я не знаю, метров пять выросла. Так что вот так вот. Ну, это, опять же, если вы будете ее так вести, но там у нее, конечно, кубань, там тепло. Здесь нужно ее нагибать, нужно укрывать. Так что вот так вот. Вот только так. Обрезаем только так. И сидит она тут не на месте. Очень-очень близко сидит у дорожечки. Вот. Ну, я не думаю, что я сейчас что-то приму решение, какое-то ее пересаживать. Может быть весной. А может быть и завтра. Так что вот так вот. Вот обрезала. Одну обрезала. И фламентанс немножко почикала. Фламентанс убрала все шиповники. То есть, ну, взяла чик-чик-чик-чик, его и срезала. Так, все, пошла дальше работать. Чайно-гибридная роза Акапелла. Роза, сказка, я скажу вам. Обалденная роза. Вот, посмотрите, я ее в прошлый раз подрезала. Вот. Подрезала очень высоко. Это очень сильная роза, дело в том, что. Вот. И оставила вот эти вот. Вот, смотрите, видите. В принципе, если бы это было бы пониже чуть-чуть, это было бы нормально. И кустище было бы огромнейшей. Но вы посмотрите, какие она выдает толстенные побеги. Очень толстые. Очень здоровые. Очень сильные. Так, это черенок. Черенок, который воткнула. И забыла, так сказать. Вот тоже что-то. Ну, ему здесь не хватает света. Куда он будет? Его откапывать нужно отсюда. И нужно, чтобы где-то его сажать. Не знаю где. Так, ладно. Вот, тоже обрезала. Не пойдет дело так. Вот, пониже будем резать. Для того, чтобы чайно-гибридная роза давала хорошие побеги, нужно ее обрезать прям буквально на две, на три. Как они называются-то? Вот. Откуда веточки идут? Как они называются, девочки? Я не помню. Как они называются? Короче, вот так. Ну, я ее поясне. Вот эту вот, вот эту палочку. Я ее обрежу пониже. Еще пониже отрежу. Чтобы она ветвилась. Вот. Вот так вот. Ну, это то, что я запомнила с уроков, которые нам читают наши очень умные розоводы. Ну, и вот, я что хочу сказать. Ну, не нравится вот эта чаша. Она знаете, какая вырастет? Она вырастет три метра. Она и так выросла. Вот уже с меня роста. Вот эту ветку я оставлю. Вот она. Очень шикарная. О, да, кстати, свет падает. Вообще изумительный свет. Изумительный. Ну, так мне жалко ее. Блин, я не могу. Ну, что делать, а? Вот здесь, смотрите, вот. Я даже не знаю. Вот сейчас вот отрежу вот эти листики, да? И вот покажу, что я здесь оставила. Вот. Это называется оставила из жалости. И че это я оставила? Вообще обалдела, что ли? Вот. Это что за кусты такие страшные? Такие огромные. Это что это? Безобразие. Вот так вот или вот так вот? Я даже не знаю. Ладно, посмотрим, что она мне весной выдаст. Видите? Вот это безобразие. Видно, да? Все. Вот. Ну, это было, как говорится. Учимся. Девочки, учусь. Учусь. У всех. У вас подглядываю. Что-то там подсмотрела. Что-то там подглядела. Мне надо свой маленький-маленький канальчик назвать. Подсмотрена. Нет. Подглядела и списала. Списывать никогда я не списывала. Вот. Но. Вот это вот центральная. Вот. Вот эта ветка. Не нужна. Вот это тоже разветвление. Не нужно. Ужасное разветвление. Ужасное. Извини, моя девочка. Ты такая у меня красоточка. Вот. Так что каждую розу где-то... Раз в два года надо капитально чистить. Капитально, капитально. Так что вот эта ветка, вот эта ветка, видите, я сейчас покажу, тоже вырежу. Сейчас я покажу, вырежу листву, да, чтобы видно было. Посмотрите. А что она сможет дать, эта ветка? Да, у этой розы, у акапеллы, у нее не бывает этих... Ну как, веточек без цветка. У нее не бывает. Ну как они называются? Пустые или как? Побеги. Вот. Вот это вот. Что это я здесь оставила? Вот, посмотрите. Это что это? Мало того, что вот ветка больная, вот. Больная-больная. Короче, пока обрежу вот так вот. Вот. А там будем посмотреть. Вот это вот. Не знаю. Вот. Пустышечка. Вот. Пустышечку тоже уберу. Вот. Она вообще, вот смотрите. Видно, нет? Вот. Больная. На кольцо не буду резать. Но вот так вот отрежу. Вот. Представляете, как ее почикало? Когда есть мозги, как говорится, когда что-то доходит до тебя, что этого делать нельзя. Вот это вот... Ой, жалко, жалко. Я оставляю больные, всевозможные. Так, вот эту я оставлю, жировик этот, или как он называется? Жирующий побег. Вот. Это будет правильным. Потому что у нас потепление идет такое, аж 12 целых градусов выходные. Вот. Поэтому я ее оставлю. Завтра, может быть, мы приедем. И завтра будем посмотреть. Так что вот так вот. Вот. Видно, сколько я нарезала? Посмотрите. Посмотрите, сколько нарезала. Целую кучу. И, кстати, там лежит дохлая крыса. Я думаю, что там воняет? Кстати, на птичках я не знаю, дохлые крысы. Можно показывать один-два. Это кто сюда мне носит, а? Это рыжик, что ли? Или я не пойму? Я не могу. Это сил моих нету. Думаю, что так воняет? И в прошлый раз воняло. И сейчас воняет. Амур де Мулен. Пофиг ей. Пофиг, пофиг. А нам пофиг заморозки. Нет, ну, побила, побила уже. Естественно, всех побила. Всех немножко покоцала. Кантес де Бори. Но тоже не буду резать. Это флорибунда. Но флорибунда режется, конечно, совершенно немножко по-другому. Я буду высоту ей... О, посмотрите, поставила колючки. Высоту я ей буду оставлять. Единственное, вот эти вот разветвления я буду обрезать. Вот эти вот самые такие. Вот видно? Это вот было после первого цветения. Я оставила вот такую высоту. Она вон оттуда дала веточку. Ну, флорибунда это чуть-чуть другая песня. Вот. Так что пусть будут. Пока она пусть будет. Как бы я поставлю уже свои домики. Когда домики я поставлю, уже то, что не будет влезать, я имею в виду флорибунды, да? То, что не будет влезать в домик, в укрытие, вот по этому домику я и буду чикать. Чик-чик, чик-чик. Так, на ком остановить свой взор? То есть не свой взор, а взор камеры. Потому что она так и оставит. Оставлю тихий ужас, оставит тихий ужас. Так, ну что, пошла подрезать еще. Подрезала свой навалис, который меня, я не знаю, три года мучился-мучился. В этом году только засвел красивая роза. Красивая, но не для нас. Киснет, мокнет, межнет. Так, амур де мулен. Посмотрите, какая это роза. Роза. Там, знаете, какая толстая ветка. Сейчас я руку свою поставлю. Вот, смотрите. Это она у меня выросла так за три или за четыре года. Не помню уже. Ладно, не важно. Вот, что значит сильная роза? Вот, вычистила ей всю серединку. Сделала я, как советуют, все розоводы хорошие. Так, увидела сейчас еще две веточки нужно вырезать. Малюсенькие-малюсенькие. Так, в виде чаши сделала. Или вазы. Ой, палец вечно лезет. В виде чаши или вазы. Вот, как советуют, так и сделала. Чтобы серединка была пустая. Вот, и еще хочу показать. Тоже сидит уже четыре года. Подарок. Подарок от Полиночки Козеловой. Точно так же, как и Иоанн Павел II. Вот сидит. Хотя бы мне увидеть, кто это и что это мне подарили. И вот такая прелесть. Сидит, вылезет, замерзнет, дальше сидит. Ну, такие вот истории у нас с Полиночкой. Такая любовь. Вот, видите? Просмотрела, не видела. Но увлечена была другими побольше, наверное. Так, вот это вот что-то такое непонятное. Еще что-то видела, я не помню где уже. Нужно заходить опять с той стороны, где видела. Вот. Видно, нет? Да, вот. В принципе, у этой розы не бывает слепых побегов. Вот, ну, бывают такие недоразумения, которые вылезли уже непонятно во сколько, непонятно когда. Вот, может быть, в августе месяце. Вот так вот они же тоже лезут, правильно? Они тоже хотят жить. Ну, вроде бы не вижу больше. Так что вот так вот. Почистила еще эту розу, эту красавицу. Безопречная красавица, реально. Вот. Ну, чуть-чуть схватила черную пятнистость. А что, не пора, что ли, благородные болезни цеплять? Пора, пора, пора. Так что вот так вот. Так. Это Христофор Колумба еще пытается у меня зацвести. Вот видите, я его как бы уже и обрезала, но как бы. А как бы и нет. А как бы вот. Видите? Черебренди. Тоже хочу показать розу. Черебренди. Вот, правду говорят, розы, которые с винными названиями. Что-то я еще там купила. Две с винными названиями. Безупречные розы. Посмотрите, одна листва чего только стоит. Ей цвести-то не нужно. Вот, листву выдала и все, но она пытается цвести. Так что вот так куплена была в коробке. В Леруа вроде бы. Да-да-да. Точно. Так, а это, который Оранж Бэйби. Тоже цветет во всю, все лето цветет. Поймал благородную болезнь, естественно. А как же. Не знаю, в этом году вымерзнет или нет. Вымерзает каждый год. Вымерзает, как птица Феникс. Возрождается и опять цветет. И я в шоке от этой розы. Кстати, и у многих она вымерзает. Так что вот так вот. Все, заканчиваю свое видео. Потому что пора ехать домой. Ну, за утро, может быть, я продолжу здесь работать. Так как нужно уже ставить мои домики. Пара-пара. И вот еще, чуть не забыла. Это как-то паза не нашла. Смешала Максимку с хелатом железа. Ничего не свернулось. Уже полила. Вот. Птица. А там, если еще будет тепло у нас. Ничего такого страшного. Вот. Все смешалось. Нет никаких сворачиваний. Никаких хлопьев. А вот то, что пенка, так это я мешаю очень сильно. Поэтому пенка. Так что еще раз. Хелат железа и Максим. Вот. Иду поливать. Свои клематисты. Которые вообще непонятно, чем болеют. Спасибо. Спасибо. Спасибо.